Всем привет! С вами Поля. Сегодня я вам расскажу еще об одном конкурсе для художников. Если тема конкурсов вам интересна, не забудьте подписаться на этот канал. Итак, о чем мы сегодня говорим? Это международная премия в области науки. Могу сразу сказать, что можно предоставить только одну работу. Участие бесплатно и участники могут быть от 18 лет и старше. Работу нужно предоставить до 20 февраля 2022 года. Ссылочка на конкурс будет в описании. Нужно предоставить работу в цифровом виде. Размер А4 210 на 297 мм. Разрешение 72 ДПИ в РГБ. Тематика должна быть связана с наукой или природой и можно выполнить работу в любой технике. 14 марта 2022 года будут опубликованы 40 выбранных работ и те, кого выберут, должны будут прислать уже иллюстрации, адаптированные для печати формата А2 в разрешении 300 ДПИ. Те победители, которых выберут, получат по 800 евро. Вот. И организаторы это Национальный музей естественных наук в Мадриде и Каталонская ассоциация научной коммуникации в Барселоне. То есть международный такой конкурс. Можно получить премию и заявить о себе. Поэтому, если у вас есть желание, одну работу можете прислать согласно этим требованиям. Я заходила, смотрела, какие работы там были присланы и побеждали в прошлый раз. Как мне кажется, это более реалистичные такие иллюстрации. Поэтому, как бы, абстракции я не рекомендую отсылать. Но вы смотрите сами по своим ощущениям. Просто я хочу сказать, что, скорее всего, лучше нарисовать что-то реалистичное, вот, близкое к науке или природе. Может быть, я тоже поучаствую. Время еще есть на 20 февраля. И, если вы хотите, тоже обязательно принимайте участие и выигрывайте. Я всем это желаю. Пишите, пожалуйста, в комментариях, будете ли вы участвовать. И, если даже не будете, можете рассказать своим друзьям. Может быть, они захотят поучаствовать и прислать по одной работе. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поли. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!